Итоги муниципального конкурса под рождественской звездой подвели во Дворце детского и юношеского творчества. Авторов лучших работ наградили грамотами и подарками, а гостей мероприятия ожидал праздничный концерт. Проведение муниципального конкурса под рождественской звездой уже стало доброй традицией. Третий год подряд во Дворце детского и юношеского творчества выбирают лучшие работы школьников на праздничную тематику. И традиционно после Нового года и Рождества победители получают свои заслуженные награды. На этот раз в творческом конкурсе приняли участие более 280 человек. Конкурс проходил по трем номинациям – фотография, поделка и рисунок. В каждой номинации было много победителей, там не по одному. Работ было очень много и хотелось отметить ребят, поэтому было по несколько первых, по несколько вторых и по несколько третьих мест. В этот же день состоялось награждение победителей муниципального и областного этапов конкурса среди детей с ограниченными возможностями «Зимняя сказка». В нем приняли участие более 30 люберецких ребят. Награждается Райнина Дарья, муниципально-образовательное учреждение «Наш дом», занявшее первое место в старшей возрастной группе. Педагог Рашкова Светлана Васильевна. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества поздравили гостей мероприятия с Рождеством, а в качестве подарка преподнесли им музыкальные номера. С днём рядом Мать Мария, ты старинный и очень... Луиза и Газырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.